МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 21.00 в Украине. Вы пели подробности о главных сегодняшних новостях расскажут мои коллеги в студии Натальи Белышева. Смотрите в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За аннексию ответят, как крымский депутат-сефаратист неудачно выбрался на материковую Украину. Взрыв на железной дороге. Кто разворотил рельсы под Одессой? Путают следы, куда российские тюремщики спрятали Надежду Савченко. Лесной пожар в районе Чернобыльской АЭС. Огнем охвачена территория спецкомбината Чернобыльская пуща. Это около 400 гектаров леса в 20 километрах от станции. Министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Фейсбуке пишет, что сейчас ситуация там обострилась. Огонь и резкие порывы ветра создают угрозу для дальнейшего распространения. Огня по тревоге подняты Нацгвардия. Подразделение МВД на место вылетел премьер Яценюк. Как только станут известны новые подробности, если они станут известны в течение нашего выпуска, мы обязательно к этой теме вернемся. Голосовал за отделение Крыма от Украины, а через год решил, что может спокойно съездить с полуострова на материк. Кого задержали на админгранице с Крымом и подозревают в госизмене? Подробнее Максим Кошелев. Первый пошел. Сегодня на административной границе между Херсонской областью и Крымом в пункте пропуска Каланчак задержали Василия Ганыша. У него очень богатый чиновничий опыт. За время работы в Крыму он успел поруководить налоговой администрацией Феодосии. В правительстве автономию несколько лет занимал пост министра Совета министров, а позже снова-таки Феодосии был заместителем мэра. Ганыша дважды избирали в парламент автономии. И именно его депутатская деятельность и стала причиной объявления его в розыск на территории Украины. СБУ и Генпрокуратура подозревают, что этот человек вместе с другими крымскими депутатами голосовал в феврале-марте прошлого года за проведение незаконного референдума за отделение Крыма от Украины и всячески способствовал российской аннексии полуострова. А это 111 статья «Государственная измена». Сейчас Ганыш задержан, его доставляют в Киев, ему в ближайшее время изберут меру пресечения, а с ним уже жаждут пообщаться следователи Генпрокуратуры. Максим Кошелев, Василий Миновщиков, подробности в телеканал Интер. А вот его никак не поймают. У беглого министра энергетики Украины Эдуарда Ставицкого якобы израильский паспорт и якобы уже другая фамилия, но из-за него загреметь за решетку может израильский чиновник, который и обеспечил гражданство Ставицкому на земле обетованной. Все подробности знает Сергей Ауслендер, он в Тель-Авиве. Новые обстоятельства открылись в деле беглого экс-министра. Я напомню, по данным украинских СМИ, бывший глава Министерства энергетики, спасаясь от следствия по обвинению в коррупции, сбежал в Израиль и уже здесь получил гражданство под фамилией Розенберг. Никакого официального подтверждения этому пока от израильских властей получить не удается. Сделал он это якобы за взятку и помогли ему в этом высокопоставленные чиновники из Министерства внутренних дел. Вдруг в этой истории всплыло имя Фаины Киршенбаум, заместителя министра, которая уже почти полгода находится под следствием по обвинению в коррупции. Это громкое дело стало достоянием общественности в январе. Тогда полиция провела аресты среди чиновников МВД, нескольких муниципалитетов и руководства партии «Наш дом Израиль». Самым высокопоставленным фигурантом была именно Киршенбаум. Ее не задерживали, у нее была тогда депутатская неприкосновенность, но допрашивали в полиции. Была арестована ее дочь. Среди прочих обвинений, которые тогда озвучили полицейские, было и такое – незаконное содействие в получении гражданства. Теперь вот появилась информация, что замминистра посодействовала и беглому украинскому чиновнику. Пока Киршенбаум отстранена от выполнения своих обязанностей и ждет суда. Что же касается Ставицкого, то его точное местонахождение пока установить не удается. Якобы он проживает в респектабельном пригороде Тель-Авива к Фарш-Мирьягу. Мы там были и найти его не получилось. Но если вскроется действительно, что он получил свое гражданство с нарушением закона, то его вполне могут лишить паспорта и депортировать обратно в Украину. Сергей Услендер, подробности, телеканал «Интер», «Израиль». Харьковский мэр Геннадий Кернес променял Полтаву на Италию. Нет, не бежал, просто не явился в суд. У здания суда его ждали пикетчики, в зале потерпевшие, адвокаты, обвинители. Чем все закончилось, знает Лидия Калинина. Приступить к рассмотрению дела судьи не могут уже второй месяц. Сначала слушали в Харькове, потом в Киеве, теперь перенесли в Полтаву. Здесь Геннадия Кернеса сегодня ждали местные активисты с плакатами и лозунгами. Нам бы хотелось особисто от Геннадия Адольфовича почути те, от кого он будет звольняться Полтавщину, так как он неодноразово заявлял, что я звольну Полтавщину. Отвечать на эти вопросы главный обвиняемый не смог. На заседание не приехал. Как оказалось, он сейчас лечится в Италии. Адвокаты зачитывают письмо от медиков. Следующий этап лечения по графику запланирован в период с 26 апреля 2015 года по 2 мая 2015 года. Для дальнейшего восстановления господина Кернеса очень важно точно придерживаться установленного оператора к лечению. Да и вообще, говорят адвокаты официального вызова в суд, их подзащитный не получал. Поэтому просят перенести слушание. Судья поддерживает. Зазначает очередные на 18 мая. И закрывает заседание. Как ныне граба! Потерпевший Александр Кутянин и Сергей Ряполов продолжают стоять на своем. Кернес и его охранники их похитили, били и издевались. А все потому, что возле гостиницы «Националь» в Харькове они фотографировали машины. Он нанес удар Сергею по лицу, но в пытках он участия лично не понимал. Но это происходило под его руководством. А защитники мэра утверждают, дело сфабриковано. А вы когда придете в следующее судебное заседание, вы полностью узнаете нашу позицию. Наша позиция не меняется. Между тем, министр внутренних дел Арсен Аваков уже назвал неявку мэра саботажем. И предложил прокурорам обратиться в суд, чтобы тот изменил меру пресечения на арест или подписку о невыезде. Впрочем, в ГПУ такое рвение пока не поддерживают. Хотят проверить подлинность документов из итальянской клиники. Ну а сам Гернес продолжает утверждать, что Аваков пытается свести с ним счеты. По телефону Кернес пообещал, 18 мая в суде он будет. И к ситуации в зоне АТО, наши бойцы на передовой перед Дебальцевым чуть ли не каждую ночь наблюдают зарево от артиллерийских орудий. Но говорят, что цель боевиков вовсе не позиция украинских военных. Кто с кем воюет? Подробнее Ирина Баглай. Сегодня она в Луганской области. Вот так у нее работает коробка передач. Вот так вот она заводится. Минимум 4 человека должно толкнуть, чтобы она завела. Это боевая машина одного из подразделений нацгвардии. Бойцы стоят на стыке двух областей. Донецкой и Луганской. Впереди Дебальцево, сбоку оккупированные боевиками ЛНР села. Говорят, пока тихо. Им есть чем сравнивать. Этот батальон легендарного Кульчиска побывал практически во всех горячих точках Донбасса. Теперь он в ведомстве МВД. О новом вооружении нацгвардии, БТР-4 и Кугуарах бойцы слышали много. А вот на передовой воучию пока не видели. Да рабочую машину. Любая, какая бы она ни была, но пусть она работает. Как часы. Все-таки эта машина может спасти не одну жизнь. Батальоны влились в ряды нацгвардии и столкнулись сразу с проблемами в обеспечении. Такие условия составляются, что мне не хочется быть мобилизованным. Какие? Не выплата зарплаты, а обеспечение. На линии соприкосновения с террористической ЛНР заботы другие. Армейцы каждый день наблюдают почти невооруженным взглядом, как укрепляется противник. У нас на глазах подвозят и разгружают очередной боекомплект. А как стемнеет, начинают воевать друг с другом. Последнее время дебальцевские бьют по-горловски. Между собой они там чухмарятся. Между собой. Они даже бывают градами, белки шуруют. Именно горлоку они свои же, говорят, что мы. Пока затишье, наши армейцы укрепляются. Самое тяжелое – зарыться в землю. Породу ломает только вот такой ковш. Эскаватор здесь самый желанный гость. Лопатами пласты не разбить, а готовиться надо. Боевики постоянно объявляют набор новобранцев. Да и психологически готовят население к войне. Здесь работает радиостанция 102,5 ФМ. И по этой радиостанции проходит именно такой вот подавляющий агитационный момент, что песни все о казаках, о смерти, о войне. Господин Путин, я вам хочу передать такую вещь. Фашисты, они тоже начинали маршами едиными. Не затягивайте, уходите. В последние дни наши военные отмечают, здесь сконцентрируется вражеская тяжелая техника. Накануне даже открыто выстроили танки перед украинскими позициями. Но огонь пока не открывали. Ирина Баглай, Даниэль Косаковский, Василий Сачук. Подробности – телеканал «Интер». Ирина Баглай уже с нами на связи, в эфире. Ира, здравствуй. Какие еще новости стали тебе известны за сегодня? Здравствуй, Наташа. Сегодня мы, находясь на крайней позиции вблизи Дебайцево, слышали действительно разрывы от снарядов вражеской тяжелой артиллерии ближе к Горловке. Но информации, что огонь велся по нашим позициям, здесь не было. По военным в этом секторе боевики также стреляли, но из пулеметов и автоматических гранатометов. Кроме того, диверсионные группы противника заходят между позициями нацгвардии и армейцев и, прячась в ложбинах, стреляют в обе стороны. Таким образом, боевики провоцируют нашу армию на ответный огонь и, опять же, деморализируют местное население. Также по-прежнему не прекращаются вражеские обстрелы запрещенными тяжелыми орудиями в районе Донецкого аэропорта. Накануне, во время обстрела, позиции сил АТО на базе воинской части ПВО погиб один солдат, это в районе Авдеевки. Сегодня боевики концентрировали минометы 120-го миллиметра на песках и еще информация из самого Донецка. Там боевики продолжают стягивать тяжелую военную технику. Ранее они успокаивали горожан, говорили, что, мол, это делается для проведения парада. В этом сами жители усомнились. В соцсетях появились фото ствольной и реактивной артиллерии, которую противник переместил к Донецкому аэропорту. И теперь она базируется в трех километрах от боевых действий. Ну и вот последняя информация от наших армейцев, что боевики ударили 152-м калибром, это гаубицы по селу Опытное. Наташа. Спасибо, Ира. Ирина Баглай была с нами на связи. И о жизни на оккупированных территориях. Что происходит в Донецке и Луганске? Давайте послушаем местных жителей. У нас, конечно, вот с деньгами, с ценами, с медикаментами, это просто вообще такая беда. Люди бедные, это вообще старики, вот это по помойкам. По телевизору показывают, что вот-вот с 9 числа начинались полномасштабные взаимные действия. По городу ездит техника полноценного прекращения огня. У нас, ну, разговаривали с родителями, у нас в Диевке живут. Ну, там вчера с утра, как началось танковый бой в первой половине дня. Возобновилась выдача пенсии пенсионерам. Пенсии выдают пенсионерам в рублях. С 1997 года выпуска. Наконец-то получила моя мама. Нас волнует теперь 1997 год. Это тот год, который крайний предел в России использования рублей. То есть 96-й уже не годится, уже деньги не в обороте. Мы переживаем, что скажут, что эти рубли тоже недействительны. Люди стремятся их тратить. Люди начали переживать из-за этого года выпуска. Строилась такая новая, интересная немножко у нас форма. Форма обычная военных. Однако каски такие своеобразные. Впервые увидела белые с красной полосой. На рынках вообще нет овощей. Сахаризминский район сейчас же находится на территории Украины. Уже конец апреля месяца овощей купить негде, если нет своего пособного огорода. Гранатометы РПГ-22, более 100 гранат различного типа, еще свыше 7 тысяч патронов для стрелкового оружия, 3 килограмма пластида и тротиловые шашки. Весь этот арсенал сотрудники СБУ и МВД изъяли у бойцов одного из батальонов территориальной самообороны. Какого не уточняют, но уже открыто уголовное производство по статьям присвоения боевых припасов и незаконное хранение оружия. И 3 килограмма в тротиловом эквиваленте неизвестные заложили на железной дороге в Одесской области. Взрыв прогремел рано утром. Как машинисту электровоза удалось избежать трагедии? Подробнее Андрей Анастасов. Последний раз теракт совершался в Одессе в конце марта возле волонтерского центра. После этого СБУ сообщало о задержании десятков подозреваемых в этих преступлениях. И вот сегодня новый взрыв в 20 километрах от Одессы. Взрывчатку заложили на железнодорожных путях прямо под рельсами. Тут часто в сторону Ильичевска и Белгород-Днестровского ходят пассажирские и товарные поезда. Мощность заряда по расчётам милиции составила более 3 килограммов в тротиловом эквиваленте. Вырвало 90 сантиметров рельса плети. И две столы повредили. Воронка где-то в диаметре 2 метра и глубиной около метра. Взрыв прогремел в половине шестого утра. Буквально за несколько секунд до этого к опасному участку на полной скорости подъезжал электровоз. Машинист увидел взрыв, успел притормозить, поэтому у машины только слегка повреждены колёса. Пролетел, получается, так. Ну, если бы взрыв был под электровозами, ну, канатный надо было. Было ли именно такое развитие событий целью злоумышленников, неизвестно. Милиция квалифицировала произошедшее по статье «Диверсия». Жители близлежащих домов, которых разбудил взрыв, считают, кто-то намеренно раскачивает ситуацию. Что вот, смотрите, где живёте, что может быть с вами. Ну и как длится они, так сказать? Да никогда. Слава Украине. И тут никаких проблем не может быть. Напомню, в Одесской области в преддверии праздников и годовщины трагических событий 2 мая, во избежание провокаций, усилены меры безопасности. В частности, на границе с Приднестровьем в самой Одессе порядок будут охранять 3,5 тысячи милиционеров. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесская область. Война на Донбассе, реформы и инвестиции. Сколько денег нужно Украине? Чего ждёт от Киева Европа? И на что готовы раскошелиться зарубежные толстосумы? Об этом говорили участники международной конференции, которая продолжила саммит Украина-ЕС. Кто остался в выигрыше, а кто оступился? Расскажет Елена Зорина. Стадион Олимпийский. Главная футбольная арена Евро-2012 сегодня для экономических дискуссий. Разговор о реформах экономики Украины и восстановлении Донбасса начинается с самого утра. Международная конференция собирает вдвое больше посетителей, нежели прогнозировали почти 400 журналистов и 800 гостей. Европейский истеблишмент, заграничные толстосумы и отечественные министры. Все надежды у них на иностранных инвесторов. Открывают конференцию президенты Украины и Еврокомиссия. Еще украинский премьер. Они общаются уже второй день подряд. Петр Порошенко сегодня чуть ли не в каждом предложении подчеркивает. Нужны инвестиции и поддержка. До сих пор над нами нависает угроза войны. Это реальность. Война может начаться в любой момент. Мы не должны расслабляться. Кроме того, Украине необходимы инвестиции, чтобы развивать экономический потенциал и, наконец, сделать наше государство конкурентоспособным. Президент Еврокомиссии вначале пытается шутить, но сразу настраивается на серьезный лад. После вчерашней критики украинских СМИ признает Украину не только частью европейской семьи, но и, наконец, называет европейским государством. В документах ЕС избегает таких определений. Украина европейская страна, европейская держава, большая европейская нация. Как и раньше, обещают поддержку, но чтобы она продолжалась, хочет видеть реформы. Нужно изменить систему госуправления, энергетического сектора, провести децентрализацию. Мы не читаем лекции, мы ничего не навязываем. Это как контракт между Украиной и Европой. Из-за океана о реформах говорит и вице-президент США Джо Байден в видеообращении. А чтобы изменения продолжались, готовы выделить деньги. Два миллиарда долларов Киев может получить уже до конца года. Половину в ближайшие дни. Премьер Яценюк снова убеждает, реформы будут, но денег нужно еще. Я не хочу сравнивать, но Греция уже получила 300 миллиардов долларов. В этой стране нет войны, нет российских танков, она не противостоит ядерному государству. Украина же в целом получила только 30 миллиардов от МВФ, Большой Семерки и других кредиторов. О безвизовом режиме никто сегодня речи не ведет, да и о деньгах гости говорят с осторожностью. Мы тут все для того, чтобы увидеть развитие и то, к чему оно приведет. Проблема Украины – отсутствие мира. Когда его нет, сложно увидеть перспективу для инвестиций. Власть больше идет на уровне деклараций. Им это привычно, но это уже полтора года скоро будет, и мы видим, что европейским лидерам тоже уже надоело. То есть они хотят говорить конкретно. Основа как раз конструктивных и прагматичных отношений с Европой – это реализация предложения оппозиционного блока, а не полный провал реформ. Прощаясь, высокие гости обнимаются и целуются о каких-либо договоренностях, умалчивают после себя, оставляют только обещания, надежды и ожидания. Премьер улыбается, но уже сходя со сцены, чуть не падает. То ли мысли о реформах, то ли возможные зарубежные инвестиции ему помешали сосредоточиться. Впрочем, конфуз остался лидерами незамеченным. Елена Зурина, Владимир Самченко, подробности, телеканал Интер. О правительственных реформах сегодня говорила Юлия Тимошенко. По ее мнению, тарифы на газ и тепло для украинцев завышены вдвое. Об этом лидер Батькивщины заявила после встречи с главой Нацкомиссии по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг. Тысяча кубометров газа должна стоить 3,5, а не 7 тысяч гривен. А нормы потребления нужно снизить, считает Тимошенко. Матросская тишина или 20-я московская больница. Где сейчас находится украинская военнопленная Надежда Савченко и что известно ее адвокату. Подробнее наш российский сапхор Данил Русаков. О местонахождении Надежды Савченко разные информагентства гадали весь день. Сотрудники СИЗО Матросская тишина, судя по лентам, преуспели в распространении анонимной информации, зачастую противоречивой. С утра появились сообщения, мол, украинская пленница уже находится в 20-й горбольнице. Неизвестный человек в погонах одному из журналистов даже сказал, будто арестантка уже поела. Ближе к вечеру другой анонимный источник выдал новую порцию правды. По его словам, вопрос о переводе Савченко в стационар решился только во второй половине дня. Возле приемного отделения больницы весь день дежурили журналисты. Но заснять автозайки никому так и не удалось. Я специально сегодня поехал в СИЗО-1, Матросская тишина. И вот я полтора часа прождал. Я допускаю, что именно в этот момент они доставили, не исключая. Тем временем почти в полутора тысячах километров от Москвы под Ростовом-на-Дону загорелся полевой склад боеприпасов. Двое военнослужащих контужены. У одного оторван палец. Заявленная причина – подрыв самоходной артиллерийской установки. Эта новость впечатлила разве что местные, но не федеральные СМИ. И теперь некоторые гадают, неужели пришло время уничтожать находящийся на балансе инвентарь. И если его по документам уничтожают умышленно, то тогда в каком месте он целый и невредимый может в скором времени вдруг взять и понадобиться. Данила Русаков, Олег Неведовский, Московское бюро, телеканал Интер. Российские коммунисты на Майдане. По словам Зюганова, такое возможно. Лидер КПРФ заверил, что часть красного десанта уже прибыла в Кейф и готова принять участие в мероприятиях 1 мая. Правда численность группы Зюганов не уточнил. Но заявил, что кроме российских коммунистов на демонстрацию в украинской столице якобы собираются левые из Латинской Америки и Азии. И еще один возможный российский след. Неопознанный подводный объект возле Хельсинской бухты обнаружил ВМФ Финляндии. Медлить финны не стали. Ночью произвели предупредительный взрыв глубинной бомбы. В военном ведомстве страны полагают, что объект уже покинул территориальные воды. А министр обороны заявил местным СМИ, что это могла быть подводная лодка. Напомню, в Европе сохраняются опасения относительно военной активности России у европейских границ. Ранее российские военные самолеты не раз нарушали воздушное пространство в Великобритании. А подводные лодки были замечены в северных водах. Вы смотрите подробности. И вот что у нас во второй части. Заложники стихии. Как продвигается эвакуация украинцев, переживших землетрясение в Непале. Отсрочка наказания. Что на этот раз помешало суду над подозреваемыми в расстреле майдановцев. С миру по гривне. Кто сколотил состояние на доверчивых ривненских правоохранителях? Снова отложили. Судьи Святошинского райсуда Киева опять не смогли начать слушание по делу экс-беркутовцев Сергея Зинченко и Павла Амбройскина. Что помешало на этот раз, знает Ирина Романова. Святошинский райсуд столицы. Именно здесь почти два месяца рассматривают дело экс-беркутовцев Зинченко и Амбройскина. Точнее, пытаются. 2 апреля судебный процесс затормозило отсутствие присяжных. Полномочия прежних закончились в прошлом году. Новый же Киевсовет утвердил только в середине апреля. Но судьи об этом почему-то узнали из СМИ. Выходя из официальных джерел массовой информации, у нас есть информация про то, что список присяжных есть. Суд официально предупреждает, что на данный час в распоряжении суду не надо на всего список. Без этого списка дела по существу рассматривать не могут. Присяжные – основное условие и право обвиняемых. Глава судейской коллегии обещает, сегодня же отправит мэру письмо с просьбой срочно передать решение Киевсовета на Жилянскую-142. Казалось бы, заседание можно закрывать. Но прокурор напоминает, через неделю у Зинченко и Абруськина заканчивается срок содержания под стражей. Адвокаты и сами обвиняемые просят отпустить их от домашний арест. Чтобы вгамовать общество и показать, как успешно в лапках длительное расследование о происхождении Майдана, государство держит за гражданами больше всего года молодых своих граждан, которые не ослабляют сейчас для этого же общества никакой безопасности. Мы на какие-то звери должны сидеть в тюрьме, в клетке. Я никуда не текаю, текать не собираюсь. Я просил суд в них за обвиняемый закид на домашний арест. Эти люди, безумовно, находясь на воле, могут впливать и на других участников проведения, и на других людей, которые совершили злочины, которых мы еще установили. Прокурор настаивает, отпускать обвиняемых на волю нельзя. Суд удаляется на совещание. Спустя час зачитывают вердик. Зинченко и Аброскин остаются под стражей еще на два месяца. Их родственники негодуют. А близкие погибших на Институтской считают все правильно. Если бы они были в Инне, если бы в Украине не было, ждали, что действительно мы будем в Европе, и правосудие будет у нас работать. Но видите, у нас все это делается, как всегда, через одно место. Садовник. И его выпустили под домашний арест. Ну и где он? А он уничтожил. Вот так и этих выпустите, и тоже уничтожил. Рассмотрение дела по существу начнется 3 июня и будет продолжаться практически каждый день до 17 числа. Здесь, в Святошинском районном суде Киева. До этого времени судья надеются, что Киевсовет передаст им утвержденный список присяжных. Ирина Романова, Андрей Кузнецов. Подробности в телеканал Интер. Тем временем суд грозит двоим столичным милиционерам. Следователи одного из райотделов задержали на горячем, прямо в центре города. Они проворачивали сделку, получали взятку в 5000 долларов от одного из фигурантов дела. Взамену обещали закрыть уголовное производство. Понесут ли следователи наказание? Мы будем следить за этой историей. Обязательно вам об этом расскажем. Ну а ривненские милиционеры оказались в роли пострадавших. Кто грабил их несколько лет подряд? И причем здесь янтарь. Подробнее Инна Белецкая. Воровка в бухгалтерии милиции. Эта новость буквально взорвала местные интернет-ресурсы. Оказывается, милиционеры-аудиторы сами нашли нечистого на руку бухгалтера среди своих. Якобы эта женщина перевела зарплатного на свой счет. Более полумиллиона гривен. Бухгалтер шляхом подробки документов и початок перераховывала частину денег на свой коротковый рахунок. В каком именно подразделении трудилась бухгалтер, в милиции не говорят. Но журналисты выяснили спецотдели по охране янтарных месторождений и нефтепроводов. Прямо под носом начальства помещений облуправления. На вопрос, как целых четыре года не замечали воровства, у пресс-службы нет ответа. Дело расследует прокуратура, бухгалтер же пока не уволена, просто отстранена. Воровать у ривенских милиционеров вообще проще простого. 130 килограммов янтаря и 80 тысяч долларов, которые пропали из кабинета следователя прошлой осенью, так и не нашли. Слечий Андрей Трофимчук был звільнен из милиции. Догану отримал начальник управления. И еще четырех ривенских милиционеров было попереджено про нековную посадовую ответственность. Дело расследуется почему-то в Киеве главным следственным управлением. По всей видимости ждут, когда янтаре забудут. Но забыть не дают сами милиционеры. На днях они провернули очередное янтарное дельце. Провели обыск у старателей, нашли несколько мешков солнечного камня крупной фракции и кругленькую сумму валюты. Но уже на следующий день протокол обыска из материалов дела пропал. А вместо него новый, дескать, не нашли ничего. Изъятый янтарь вернулись старателям. Не бесплатно, подозревают прокуратуре. Можем не единственный факт, когда камень в зоне схожей на бурштин возникает из материалов криминальных проведений. За фактом заживания службовым установщем, что полягало в незаконном повернении камень в зоне схожей на бурштин, которое было попередно вылечено под час обшуку. Пообщаться с кем-то из областного милицейского начальства в последнее время нереально. Видимо, отвечать на неудобные вопросы не хочется. Или стыдно прямо из обл. управления пропадают то янтарь с валютой, то деньги со счетов, то протоколы. Служба и опасна, и трудна, одним словом. Инна Белецкая, Николай Василюк, подробности, телеканал Интер, Рибна. Сергей Пашинский обвиняет телеканал Интер в манипуляциях. Речь идет о нашем расследовании о незаконной продаже арестованного топлива, ранее принадлежавшего Сергею Курченко, и возможной причастности к этому господина Пашинского. Нардеп от Народного фронта все отрицает и просит Генеральную прокуратуру проверить предоставленные нами факты. Добавлю, что мы неоднократно приглашали господина Пашинского дать комментарии в прямом эфире, но он каждый раз отказывался. Ну и теперь я снова публично приглашаю Сергея Владимировича в студию озвучить свою позицию. На пост главы Государственной фискальной службы претендуют 4 кандидата, но определение результатов конкурса затягивается, и некоторые его участники уже говорят о непрозрачности отбора. Об этом заявила одна из кандидатов, которая якобы не попадает в финал, Нардеп Оксана Продан. Она же обвинила премьер-министра Яценюка в том, что он лично вмешивается в проведение отбора. Я знаю членов Ради с конкурсного выбора, и я очень хочу верить в то, что это не их решение. Они в очень сложной ситуации находятся. Я абсолютно за то, чтобы создать некорупционную сервисную фискальную службу Украины. Ну, напевно, кому-то не нужно. Конкурс на должность главы ГФС, объединяющий налоговую и таможню, объявили в конце марта, после того, как прежний руководитель Игорь Белаус подал в отставку. Возглавить ведомство изъявили желание 67 кандидатов. Спустя месяц победитель все еще не определен. Кадровое назначение Кабмина критикуют в оппозиционном блоке. Речь о нововодной практике назначать иностранцев на должности топ-чиновников. Их уже шестеро. Это министр финансов Наталья Ереська из Америки, литовец, министр эконом-развития Айварас Абрамовичус и три грузина. Замминистр внутренних дел Эказгулаца, замгенпрокурора Давид Саквирлидзе и министр здравоохранения Александр Квиташвили. И вот только вчера в кресло замглавы антикоррупционного бюро сел еще один грузин Гиза Углава. Это ненормальная практика в любой стране Европы, куда мы так стремимся. В первую очередь правительство хочет устроить своих граждан. При всем моем уважении к этим людям, которые приезжают сюда и меняют свою страну, Грузию, предположим, за пять минут на паспорт Украины, и что они становятся патриотами Украины. Я думаю, что они становятся патриотами паспорта и того вознаграждения, которое они за это получат. Нельзя ставить над собой премьер-министров, которые считают, что в другой стране умнее люди. Ситуация на Юго-Востоке. На Мариупольском направлении боевики пытались перебросить диверсионную группу в тыл военных. Эту попытку отбили. Кроме этого, сепаратисты продолжают накапливать бродетехнику и пехоту. Прямо сейчас там на месте находится Руслан Смещук. Он с нами на связи. Руслан, здравствуй. Расскажи последние новости. Да, Антония, ну вот за текущие сутки боевики как минимум шесть раз нарушали условия перемирия. В Мариупольском секторе традиционно стреляли уже в Широкино. Кроме того, боевики использовали миномет в районе поселка Орловское. Ну а горячее всего было сегодня в районе поселка Чермалык. Там боевики несколько раз обстреливали позиции украинской армии. Есть жертвы. В результате обстрелов погиб 75-летний мирный житель. Постоянные обстрелы окраин, северных и восточных окраин Чермалыка. По-своему, стрелковое вооружение, автоматы, пулеметы. Ну, из СПГ из тяжелого, это станковые гранатометы. Вот, 83 миномет работает. По нашим данным, противник стягивается до гаубицы тяжелое вооружение. Причем, вот, военные говорят, что их противник, это отнюдь не вооруженные местные жители, которые борются против украинской власти. На той стороне, за речкой, наблюдается скопление вооруженных сил Российской Федерации. В первую очередь, мы заостряем свое внимание на них. Потому что, как таковые ополченцы, так называемые, нас не сильно беспокоят. Это не боевая мощь. Ну, вот, также сегодня разведдиверсионная группа боевиков, состоящая, как минимум, из 5 солдат, ночью пыталась пересечь линию разграничения в районе поселка Павлополь. Но эту группу обнаружили, залезалась перестрелка, и диверсанты отступили. И хочу еще раз рассказать об одной проблеме. К нам обратились военнослужащие 17-й танковой бригады. Военные говорят, что уже более 4-х месяцев не могут получить статус участников боевых действий. Это при том, что многие из них побывали в самых горячих точках зоны АТО, в том числе и в Донецком аэропорту. Вот кто-то из них уже демобилизировался, кто-то ждет дембеля. И военные опасаются, что их просто сознательно пытаются лишить статуса. 4 месяца наши документы, которые были уже все вроде все, что нужно, собраны, в январе отправлены. И, наконец, они вернулись назад. Затягивание резины, это понятно. Чем дольше они протянут резину, после дембеля уже потом попробуют доездиться, чтобы оформить удостоверение и так далее, свои документы, чтобы оформить. Военные просят разобраться в этом вопросе высшее руководство страны. Но вот на данный момент у меня все. Наталья. Спасибо, Руслан. Руслан Смещук был с нами на связи из Мариуполя. Из-за войны на Донбассе простаивают 12 газовых месторождений. Руководители госкомпании «Укргаздобыча» говорят, что запланированные на прошлый год объемы добычи сохранить удалось. Но активные запасы сокращаются, нужны инвестиции в новые технологии, разработку месторождений. Для добычика им грозят большие и новые потери. В зоне АТО у нас находится 12 месторождений. 7 месторождений на контролируемой территории Украины и 5 месторождений на неконтролируемой. На 2015 год по зоне АТО мы потеряем порядка 160 миллионов кубических газов. Переселенцы из зоны АТО судятся с Кабмином. Чего добиваются и что стоит на кону? Подробнее Елена Митясова. Александр Горгалык ровно год назад убегает в бомбежек, с семьей перебрался из Луганска в Николаев. Здесь обосновался, вместе с другими беженцами создал небольшую строительную фирму. Для него все нововведения правительства – палки в колеса. Я житель Украины, с украинским гражданством, на украинском автомобиле. Выполняю для украинских граждан ряд каких-то работ, зарабатывая себе на жизнь. То, что я родился на Донбассе, это еще не повод на меня вешать какие-то ярлыки. Елена тоже устала от клейма «Донецкая год». Она живет с семьей в Киеве на птичьих правах. По любому поводу ей приходится доказывать, что украинка. И подтверждать это справками из регистрационных служб. Меня не приняли в больнице, не приняли моего ребенка в том числе. То есть без этой справки меня не взяли на учет в этой конкретной больнице. Масло в огонь подлило еще и мартовское постановление Кабмина. Переселенцев обязали в 10-дневный срок регистрироваться в миграционной службе. Каждый раз при смене места жительства. Контроль возложили на милицию саму службу, которая раз в месяц будет проверять переселенцев. Если не застали, лишение статуса и социальных выплат. Никого, других граждан Украины, не приходят, не контролируют. Проживают ли они по месту регистрации или не проживают. Я считаю, что это несправедливо и дискриминирует меня как гражданина Украины. Елена подала на Кабмин в суд. Сегодня первое предварительное заседание по делу. Представитель от парламента говорит, в постановлении Кабмина нет ни слова о проверках, только общие формулировки. И поясняет цель документа. От выдачи этой доведки про взятие на облик и регистрации зависит, я так понимаю, социальные выплаты этим особо. Чтобы не было без контрольного, скажем так, выдачи разных социальных благ. При этом постановление не прошло антикоррупционный анализ, не было и общественных слушаний. Это очередная коррупция. Это просто коррупция. Потому что они хотят сегодня с этих несчастных людей, которые всю свою жизнь не потеряли, еще получать деньги. Теперь каждый контролер, он будет шантажировать этого несчастного человека. Говорит, да, я сейчас напишу, что ты справку не получишь. Следующее заседание по обжалованию постановления Кабмина назначено на 19 мая. На него планируют пригласить и представителей Минсоцполитики. Елена Митясова, Кирилл Ющишин, Алексей Шматов, Богдан Иванов. Подробности телеканал Интер. Судьба 61-го украинца в Непале до сих пор неизвестна. Люди не выходили на связь после землетрясения. Всего в стране могут находиться 188 наших сограждан. Таковы данные МИДа. Украинское консульство сотрудничает с местными властями для оказания помощи украинцам. Накануне польским самолетом были эвакуированы пятеро наших сограждан. Вчера и сегодня в социальных мережах поширивалось много неправдивой информации про то, что и деякие даже засобы массовой информации это передруковали. Что консульство почесно сруйнованное, там никого нет, никакой помощи не надается. Все это не отвечает действительности. Вот я хочу показать наших граждан, которые близко почесного консульства, которые целые, ожидают на эвакуацию. В самом Непале объявлен трехдневный траур. Число погибших превысило 5000 человек. 8000 раненые. Это все еще предварительные данные. Сегодня в популярном у альпинистов районе Расува к северу от столицы страны сошла лавина. 250 человек пропали без вести. В отдаленных горных районах не хватает продуктов, воды и медикаментов. Спасатели в Непал отправили несколько стран мира. Комендантский час, нацгвардия и сожженные магазины. Так сегодня выглядит американский Балтимор. Что спровоцировало беспорядки в этом городе, подробнее Дмитрий Елопский. Мы сейчас находимся в районе, который вчера больше всего пострадал от беспорядков. Но сейчас здесь все равно продолжаются протесты. Пока относительно мирные. Здесь находится и аптека, которая вчера практически сгорела до тла. Сначала толпа буквально разорила ее. Вынесла все ценное. Тут из аптеки можно купить не только лекарства, а все что угодно. Персонал, к счастью, удалось эвакуировать. Затем толпа подожгла здание. На место довольно быстро прибыли пожарные. Но гасить огонь все равно мешали все те же самые погромщики, которые перерезали шланг. Пострадал и торговый центр в центре города. Были разгромлены спортивные магазины. Люди выносили оттуда кроссовки, одежду. В эту лобину преступления превратились в довольно мирные выступления против произвола полиции. Как говорят здесь местные жители. На 19 апреля в полицейском участке скачался 25-летний темнокожий Фредди Грей. Его арестовали за неделю до этого. И то ли во время задержания, то ли сразу после сломали ему позвоночник. Задержали после того, как он просто встретился взглядом с полицейскими и почему-то вдруг начал бежать. В результате шестерых полицейских тогда отстранили от работы. Но власти все равно слишком медленно проводили все расследования. И город буквально несколько недель жил в полном неведении. Сегодня губернатор призывает к спокойствию. Мы должны взять ситуацию под свой контроль. Я очень сомневаюсь, что события, которые происходят сейчас в городе, связаны. Ведь похороны темнокожего парня Фредди Грея это одно. А беззаконие со стороны банд головорезов, слоняющихся по улицам, совсем другое. Они наносят ущерб и нападают на мирных людей. Мы не будем с этим мириться. К миру призывает и семья погибшего. Мол, нельзя допускать беспорядков. Но, впрочем, впустить на тормоза, давно тлеющий конфликт, тоже уже невозможно. В Балтиморе две трети населения. Афроамериканцы и полицейские, наоборот, в основном белые. Адвокаты семьи Грея говорят, что городские полицейские, ну, как-то постоянно прикрывают друг друга. Ситуация уже вышла из-под контроля. Поговаривают, что несколько банд сейчас объединились на фоне смерти Грея для того, чтобы проучить полицию. Но как решить этот вопрос, до сих пор не ясно. Ведь уровень жизни в центре города и на окраине, где мы сейчас находимся, очень отличается. И Большинтона отсюда рукой подать около часа съезды. Но Обама пока не знает, как погасить этот разгоревшийся конфликт. Дмитрий Иловский, Никита Исайко. Подробности. Американское бюро. Телеканал Интер. Встреча на скамье подсудимых. В Мюнхене начался процесс над нынешними и бывшими топ-менеджерами Дойче Банка. В чем их обвиняют, расскажет Татьяна Лагунова. Это, бесспорно, один из самых громких экономических процессов в истории Германии. На скамье подсудимых крупнейшие топ-менеджеры страны. Сопредседатель правления Дойче Банка Юрген Фитшин, рядом его предшественники Йозеф Аккерман и Рольф Бройер и двое бывших членов Совета директоров компании. Всех обвиняют в даче заведомо ложных показаний. Речь идет о попытке мошенничества, о миллиардной сумме компенсации, которую пытались снизить. Максимальное наказание, предусмотренное законом в этом случае, 10 лет лишения свободы. История, из-за которой банкиры оказались на скамье подсудимых, началась более 10 лет назад. И связана она с громким банкротством медиа-империи уже покойного Лео Кирха. Магнат разорился после того, как тогдашний председатель Дойче Банка Рольф Бройер в эфире одного из каналов усомнился в кредитоспособности его империи. Магнат судился с Дойче Банком до конца жизни. Потом судились его наследники. В итоге они получили компенсацию 900 миллионов евро. Но прокуратура Мюнхена считает, в ходе того процесса банкиры давали ложные показания, чтобы скостить сумму. Защита все отрицает. Я думаю, это будет сравнительно короткий процесс, который закончится оправдательным вердиктом. Сравнительно короткий – это как минимум до осени. Заседания уже распланированы до конца августа. Чем закончатся слушания, сказать сложно. Но от решения судей наверняка зависит не только будущее и репутация обвиняемых. Но и имидж самого банка – одного из крупнейших в Германии. Деньги, как известно, любят тишину. Татьяна Лугунова, Геннадий Никейенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. О деньгах и тишине сейчас как никогда печется Жан-Мари Лепен. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов. Где основатель Французского национального фронта предпочитает хранить свои активы? Подробнее София Гордиенко из Франции. То, что французские политики прячут свои деньги в швейцарских банках от налогов, уже давно не новость. Но тот факт, что среди них оказался ярый националист, выступающий за четкое разграничение Франции и Европы, стало сюрпризом. Вот что он говорил во время своей предвыборной кампании в 2002 году. Страна под угрозой. Иммиграции, фискальное правило, коррупция зашкаливает. Это моя обязанность идти на выборы. Но лозунги одно, а денежки другое. Лепен старший почему-то спрятал их подальше от родины. Всего 2 миллиона 200 тысяч евро. Из них 1 миллион 700 по старинке в золотых сливках и монетах лежат. В том самом знаменитом швейцарском филиале британского банка HSBC. В списке французских клиентов этого банка около 3000 имен, то есть 3000 потенциальных уклонистов от оплаты налогов. Но не меньше вопросов вызывает сам факт наличия таких средств. Сын рыбака и портнихи Жан-Мари разбогател благодаря Юберу Ламберу, эксцентричному миллиардеру, поддерживающему ультраправые идеи. Он скончался в 42 года и оставил Лепену свой дом и деньги. Родственники пытались доказать, что Ламбер стал жертвой манипуляций. Но тщетно. Мсье, я даже не знаю, сколько денег он мне оставил. Я знаю только, что он выбрал меня и почтил своим доверием. У него явно были психические проблемы. Он был полностью изолирован, поэтому четко сказать, что он был при сознании в конце жизни, трудно. Не исключено, что именно эти деньги лежат сегодня на счету в швейцарском банке. Наждая незаконно, суд признал право на следование за Лепеном. А вот то, что с этой суммы неуплачены налоги по французскому законодательству преступления. И это может стать ударом по репутации отчаянного патриота Жанна Мари. Правда, пока не он, не его семья партийная и реальная. Комментировать скандал не спешат. София Гордиенко, Василий Трешковский. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. А британская прокуратура собирается выдвинуть обвинение Владимиру Буковскому, известному российскому диссиденту. Его политика вроде бы как ни при чем. И тем не менее, обвинения очень громкие. С подробностями резонансного дела Светлана Чернецкая. Старая добрая Англия приняла его почти 40 лет назад. Владимир Буковский сбежал сюда от преследований советской власти. Сейчас же должен отвечать перед властью британской. Королевская прокуратура обвиняет 72-летнего политического иммигранта в хранении непристойных детских фотографий. 11 пунктов обвинения, снимки категории А, Б и Ц. Если расшифровать, то речь идет о фотографиях, на которых запечатлены как непосредственно половые акты, так и другие интимные действия с детьми. Если вину Буковского докажет, ему грозит до 9 лет за решеткой. Суд начнется через неделю. Здесь очень важно понимать, эти обвинения не означают, будто человек сделал что-то не то, или же, что он педофил. Судя по моей практике, часто в таких случаях людей признают невиновными. Когда полиция обнаруживала непристойные снимки на компьютере, как, например, в данной ситуации, а оказывалось, что фотографии там появились благодаря другим людям, коллегам, членам семьи, у которых был доступ к этому компьютеру. Мы связались с российским диссидентом, оказалось, он серьезно болен. Диагноз не разглашает, но шансы на выздоровление называет неопределенными. Обвинения Буковский категорически отвергает, мол, на протяжении многих лет вообще не имел никаких контактов с детьми. Владимир Буковский – личность историческая. Его называют основателем диссидентского движения в СССР. За инакомыслие он в общей сложности провел 12 лет в тюрьмах и на принудительном лечении. Избавиться от неуемного критика режима советской власти удалось в 1976-м. Его обменяли на самого известного чилийского политзаключенного, лидера коммунистической партии Луиса Карбалана. Тогда Буковский перебрался на Запад. Даже сегодня его называют одним из самых ярых противников не только политики России, но и лично Путина. Вызов в английский суд для Буковского стал настоящей неожиданностью. И несмотря на болезнь, он намерен присутствовать на процессе и защищать свою честь. Светлана Чернецкая и Валентин Белич в подробности. Британское бюро телеканала Интер. Синий лазер для похудения, новый титул Мишели Обамы и почему Сару Брайтман не берут в космонавты. Об этом не только в нашем обзоре. Мисс-обнимашка Мишель Обама, первую леди Соединенных Штатов, уличили в чрезмерной любви к телесному контакту. Журналисты назвали ее главным обнимателем после того, как на ежегодном приеме для прессы в Белом доме она обняла около двух десятков человек. Вроде бы всем понравилось. Впрочем, в 2009 году во время встречи с Елизаветой II в Букингемском дворце Мишель Обама, приобняв королеву, грубо нарушила протокол. Саре Брайтман могут отказать в полете на МКС. Центр подготовки космонавтов будет рекомендовать исключить певицу из экипажа, так как ее дублер бизнесмен из Японии Сатоси Токаматсу подготовлен лучше. Космический турист проведет на МКС 10 суток. Вылет запланирован на 1 сентября. Брайтман сейчас готовит песню, чтобы спеть на орбите. Сами разбирайтесь со своими повстанцами. Мисс Вселенная 2014 отказалась стать посредником в переговорах между правительством и группировкой ФАРК. 22-летняя колумбийская модель Паулина Вега заявила, что просто не знает, о чем с ними говорить. И вряд ли поможет мирному процессу своим присутствием. Поучаствовать в переговорах мисс пригласили сами повстанцы еще в феврале. Мол, во время конкурса она упоминала, что готова стать посредником. Черепаха на колесах. 90-летнее животное по кличке Миссис Ти лишилось конечностей после нападения крыс. Ветеринары помочь не смогли, и тогда хозяйка обратила к своему сыну-инженеру. Он заменил передние лапы черепахи колесами от игрушечного самолета. Миссис Ти сразу же разобралась с механизмом. Передвигаться стала в два раза быстрее, но тормозить пока толком не научилась. Наездся только лишь светом. Ученые выяснили, что чувство голода можно отключить синим лазером. Правда, для этого нужно вживить в определенный участок мозга оптические волокна. Исследование на грызунах провела группа британских ученых. Они утверждают, что этот способ поможет и людям, например, эффективно похудеть, не испытывая при этом постоянного чувства голода. Телеграмма о капитуляции Германии выставлена на торги в Нью-Йорке. В ней преемник Гитлера Карл Денитс сообщил главнокомандующему Люфтваффе, что Третий рейх прекращает все боевые действия 9 мая 1945 года. Ранее такие документы сжигали либо сами немцы, либо воевавшие против них войска союзников. Эта телеграмма сохранилась чудом. Стартовая цена лота 30 тысяч долларов. Когда состоится аукцион, пока неизвестно. И напоследок видео, которое бьет рекорды просмотров. Это больше, чем танец и больше, чем символ. Бывший узник лагеря Освенцим. Адолик Конн с дочерью и внуками танцует на фоне бывших нацистских концлагерей Освенцима, Дахау и Дрезенштадта. Под хит Глории Гейнер «Я выживу» это видео сняли еще в 2010 году. И оно вызвало массу споров. Некоторые сочли его провокационным. Но все больше людей, согласно с мнением бывшего узника, что во время войны люди гибли за то, чтобы их внуки могли прийти и станцевать возле мемориала памяти. В Киеве 9 мая пройдет без военного парада. Об этом рассказали журналистам в столичной мэрии. Вместо этого выступят военные оркестры, а новобранцы примут присягу. Следите за развитием событий на нашем сайте. Подробности UA. Я прощаюсь с вами и желаю самого хорошего вечера. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok